Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы продолжим расклады из серии по вашим идеям. Идея следующая. Она принадлежит Юлии Левиной. И она спрашивает, лукавит ли свекровь. Но дело в том, что на одной свекровью сыпь не будешь, как говорится. Поэтому люди будут абсолютно разные участвовать в раскладе. И так сужать круг людей, которые, будем так говорить, будут интересны. До одной свекрови все-таки не стоит. Я понимаю, что свекровь не одна. И что их много. И много невесток. Но при этом я предпочитаю сделать название и тему такой. Лукавит ли задуманный человек. Это может быть свекровь. Это может быть супруг. Это могут быть дети. Это может быть кто угодно из ваших близких. Которые вас интересуют. Именно в том плане, лукавит человек или нет. И сегодня мы посмотрим, сколько у нас интересно получится вариантов. Давайте сделаем 6 вариантов сегодня. И посмотрим, лукавит ли задуманный вами человек. Или он все-таки достаточно честный. Он или она. То есть вы можете хоть мужчину, хоть девушку загадывать. И участвовать, опять же, в этом раскладе тоже может кто угодно. Хоть мужчины, хоть женщины. Здесь нет четкого определения тех, кто может участвовать в данном раскладе по гендерному признаку. То есть любой человек, которого интересует в данном случае то, что происходит в отношениях с определенным задуманным человеком, может принимать участие. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой вариант. Вы можете просто выбирать цифру. Вы можете понимать, что вас притягивает какая-то карта, рубашка карты. И вы можете выбирать по порядку открытия арканов мною. То есть тот аркан, который я открою первым, который я открою вторым, я открываю так, как считаю нужным. Вы загадываете так, как считаете нужными для себя. И для тех, кто выбрал четвертый вариант, он первый сегодня по порядку открытия, у нас ложится карта. А лукавит ли задуманный человек? Вы знаете, здесь карты не говорят о том, что со стороны человека есть лукавство. Но карты говорят о том, что человек может горячиться. Карты говорят о том, что человек может, вот знаете, такая ситуация, когда начали за здравие, закончили за упокой. Когда рванул вперед, и вот под какими-то страстями, при каких-то настроениях боевого или вдохновленного характера, человек начинает определенные действия, а в результате он сдувается. То есть вот то, что вам могло показаться лукавством, на самом деле это не более того, не более чем потеря интереса к тому, что делалось. И говорить о том, что это лукавство нет, это просто недостаточность запала или наоборот. Вот это сейчас как раз таки то состояние запала, когда человек может показывать вам не совсем то, что вы ожидали, и то, что у вас может вызывать подозрения в его лукавстве. Для тех, кто выбрал у нас вторую позицию, и о чудо, она вторая по порядку открытия. Здесь мы видим с вами картину, которая говорит о том, что да, человек лукавит, человек обманывает. То есть это вплоть до обмана умышленного может быть. И в данном случае вот человек не просто лукавит и обманывает, он еще и может вас этим устрашать. Но в то же время человек может скрывать под таким поведением какие-то свои страхи, незрелость, и просить вот таким образом о помощи вас. То есть он подает странные сигналы или она, да, и вам кажется, ну все, брешет, как сивый мерин, да, как лиса. Но оказывается, что человек просто скрывает свои страхи, и вот такое, казалось бы, неадекватное поведение или поведение, похожее на лукавство, оно обусловлено скорее внутренними причинами и поиском помощи, чем какими-то именно зловредными намерениями и злонамеренными вообще поступками. Поэтому здесь есть обман, здесь есть определенное лукавство, но проблема не столько в вас, сколько в самом человеке, и вы это должны тоже понимать. Для тех, кто выбрал позицию номер 5, она третья по порядку открытия, и вот здесь опять же вопрос, а случайно не лукавит ли человек? Нет, человек в данном случае не лукавит, он просто как будто бы дернул стоп-кран. И случилась такая ситуация, когда он уперся лбом в определенную стену. Говорить о том, что обманывает, говорить о том, что чудит что-то, ведет себя как-то неадекватно или неправильно, мы не можем. Человек может в принципе неадекватить или казаться тем, кто врет, а на самом деле он просто находится в ступоре или она, и просто не знает, что ему делать дальше в той ситуации, в тех обстоятельствах, которые сложились сейчас вокруг этого человека. Поэтому, ну в целом на сегодняшний день мы можем говорить о том, что человек не лукавит, но человек находится в замешательстве, и в дальнейшем это может вылиться в лукавство, если он или она не найдет какого-то другого выхода из этой ситуации. Но а что вам делать в этой ситуации с таким человеком? Все очень просто. Если вам хочется совета, то рубрика «Совет карт» в огромном количестве видео подобного рода на канале, вы можете их посмотреть, и там карты дадут вам совет, как все-таки в этой ситуации вести себя с человеком. Для тех, кто выбрал у нас позицию, номер, давайте пусть будет 6, она будет четвертая по порядку открытия, и здесь ложатся карты, которые говорят о том, что здесь нельзя сказать, что человек лукавит, здесь можно сказать, что человек просто ищет поддержки и какого-то сближения от третьих лиц. Иными словами, вы можете столкнуться с той ситуацией, когда слушают не столько вас, сколько кого-то третьего, или слушают в одно ухо вас, а в другое ухо еще какого-то человека, и формируют таким образом свое отношение к вам. Вообще изначально, поскольку вопрос стоит, не лукавят ли с вами? Нет, не лукавят, просто делают определенный выбор. И вы можете опять же сказать, например, если ситуация, что партнер изменяет, да, а неужели он не лукавит? Нет, в данном случае даже измена не является лукавством по одной простой причине, потому что человек просто пытается сделать свой выбор, и более того, наверное, даже склонен об этом заявлять своими действиями, бездействиями или определенными признаками, да, в его поведении, вы с этим можете сталкиваться. Поэтому в данном виде это не лукавство по данному арка, но это скорее просто попытка сделать свой выбор, и вот этот выбор совершить как-то при воздействии, при советах со стороны третьих лиц, что, естественно, может быть и не очень хорошо, но тем не менее говорит о том, что именно подлости изначальной и пакости в человеке нет, в том числе и в свекрови. Кстати, свекровь тоже может слушать своих подружек, если вы именно ее загадывали, и может просто, вот знаете, метаться между несколькими мнениями и никак не мочь сделать выбор, как же оценивать все то, что происходит вокруг. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 3, она будет пятая по порядку открытия, и здесь ложится карта, которая говорит о том, что человек не лукавит, человеку либо в данном случае просто хочется, да, вот каким-то образом помочь себе в том, что происходит, либо самоутвердиться. Вот здесь вот есть именно желание того, чтобы пришло самоутверждение, и вопрос не в вас, а вопрос во внутренней несостоятельности, может быть, неуверенности в себе самого человека, и вот эту неуверенность, вот это желание самоутвердиться, человек может транслировать на вас, и поэтому может не то, чтобы лукавить, но пытаться убедить больше себя, чем в вас, в некоторых таких вот, знаете, складывающихся ситуациях. Он может врать больше себе, чем вам, он может пытаться показать определенную свою роль в социуме, он может или она, может в этой ситуации просто видеть себя другим, не таким, как вы видите этого человека. То есть отсюда, вот видите, как все запутано случилось, на самом деле все просто. Человек жаждет самоутверждения, и исходя из этого, он не видит, может быть, даже какой-то небольшой, маленькой лжи, или каких-то несостыковок в том, что он или она говорит. Но это ложь или лукавство, направлено не столько на вас, сколько на себя самого, для того, чтобы помочь себе поверить в свою ценность. Для тех, кто выбрал, тут уже кэп очевидность. Позиция номер один, и вот здесь вот ложится карта, которая говорит о том, что да нет, человек не врет, а если он и врет, вот вы просто знаете, что откровенно врет, то человек в данном случае этого не скрывает. Он даже может говорить, да, я вру, да, я лукавлю, но мне так надо, это в моих или в твоих интересах. Или человек это может делать настолько обаятельно, что вы будете принимать все за чистую монету. Но в целом это та карта, которая говорит о том, что человек достаточно открытый, просто нужно найти к нему подход, если вас что-то не устраивает. И на самом деле, вот эта карта, она не свидетельствует о лжи. И говорит о лукавстве, а говорит о том, что скорее всего, что за вашей спиной, что вам в глаза, человек может говорить приблизительно одно и то же. Но действовать иногда на эмоциях, делиться с третьими лицами тем, что происходит, иногда может быть несколько настойчивее, чем вам хотелось бы. То есть может быть определенные моменты, которые говорят о продавливании. Вот такой у нас интересный получился сегодня расклад. Кто выбрал какую позицию, насколько интуитивно тем, кто занимается Таро, например, понятно, это колода, ну и всем остальным, кто просто видит эти арканы, насколько вам хорошо ясно, какие эмоции у вас вызвала та карта, которую я открывала по вашему варианту. И в целом, конечно, интересует, кто какой вариант для себя сегодня выбирал. Для тех, кто хочет оставить свои идеи для общих раскладов, я в прикрепленном комментарии оставлю специальное видео, под которым это делается. Потому что сколько бы я не оставляла эту ссылку, сколько бы не говорила, находятся те, кто в танке до сих пор у нас находится и не понимают, что если просто под общим раскладом оставлять какие-то свои идеи, то они, естественно, затеряются. Раскладов в районе 3000 на канале, естественно, все 3000 раскладов обойти и посмотреть будет затруднительно. Я этого просто делать не буду. Просто перед тем, как я собираюсь записывать расклады, я сажусь, открываю вот то самое видео и просматриваю, какие есть идеи, какие из них будут актуальными, на какие из них можно действительно снимать ролики. И вот под специальным видео и оставляйте эти идеи и сперва послушайте это видео, оно на 6 минут буквально там, но там ясно объясняется, каким образом просить общий расклад и чем общий расклад отличается от индивидуального. Потому что иногда пишут, а вот посмотрите его отношение к матери, как она ко мне относится и прочее. Это, друзья, уже темы, как минимум для двух индивидуальных раскладов. И наговорили вы уже приблизительно вот на такой результат. А если хочется общего расклада, то тема должна быть краткой, емкой, интересной большому кругу зрителей, которые будут ее смотреть. Для заказа любого, на любую тему расклада индивидуального для себя вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео. А я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.